Итак, всем привет, с вами Допгай, и мы продолжаем играть за Британию в изгнании в Казар Редакс. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас же настало время возвращать Британию обратно. Поехали. И между серией я заметил один нюанс. Здесь порт есть, но не здесь. Эта выездка была бы обречена на провал. Хорошо, что я детально ее посмотрел. Но в случае доезжаем сейчас сюда, и дальше будем планировать выездку получше. Возможно, кстати, стоит, наверное, все-таки сначала взять Ирландию, потому что здесь равнины. Как будто отсюда высаживаться Британию, потом будет проще. Честно говоря, если вы еще вдруг не подписаны, ребят, еще раз обязательно подписывайтесь. А мы же сейчас будем добивать интернационал. Поехали. И что я могу сказать? Я уже вижу, что наши войска готовы. Давайте совершим эту самую выездку. И, наверное, часть флота я бы... Вообще, весь флот я бы, наверное, отправил на поддержку этой выездки. Мы здесь немножко подвайпали часть флота наших противников. Ирландия просто очень полезна. Это будет наша, как раз таки, авиабаза для последующей выездки на Британские острова. Без этого будет чуть-чуть тяжело. И давайте-ка выбьем этот порт все-таки. Делаем, действительно говоря, антисиндикалистский указ, который даст нам бафы хорошие. И не забываем качать дальше шпионку. Нам было бы неплохо дешифрование закончить к моменту войны. А вот эта дивизия и окружена. Я думаю, мы сейчас, да, сможем забрать себе порт. Сразу вся армия сюда пускай перебрасывается. И Ирландия возвращается в Британию. И интернационал перебрасывает сюда свои войска, пока мы туда перебрасываем свои. Логично, но в целом, я думаю, наши войска получше, так что мы можем не сильно волноваться. Плюс я бы, кстати говоря, ввел блокаду Ирландии. Конечно, ладно, эти регионы я все еще буду блокировать. Это слишком выгодно. Но здесь однозначно стоит перехватывать их флот. И мы даже нашли большой флот, только наш пока что стоял на ремонте. Но я думаю, скоро он выйдет. Просто я боялся за топливо. Топлива крайне мало. Техи еще пока не вкачаны, но мы работаем над этим. Внедрение социального кредита. Экономическая философия. Пересмотрите существующую экономическую систему. Полностью получаем фабрики и инфраструктуру. Хотя у нас стабильность улетает вообще очень далеко и надолго. Но для того, что она маленькая, она и, видите, будет потихоньку камбэкаться. Хоть и достаточно долго. А вот это нам очень нужно. Это бафы экономики и, самое главное, ресурсов, которых нам постоянно не хватает сейчас. А еще появляется понимание, что одного порта становится мало, поэтому нам нужно взять второй. Но мы это сделаем оперативно. И вот у нас уже снова хватает снабжения. Единственное, да, с топливом проблемы. Но мы и так очень много покупаем. Нужны тихие. И, возможно, нужно немножко синтетики также построить. То есть, я думаю, без этого сейчас никуда. Это даст нам и резину, которой у нас тоже не очень хватает. И топлива, которого нам тоже очень не хватает. У нас есть экономика на то, чтобы это построить, я думаю. Сюда успели какие-то силы дойти, на самом деле. Но мы также, я вижу, очень немалое количество. Как вы видите, с войсками мы топим. То есть, они пытались перебросить сюда силу, но мы вовремя среагировали на это. И я после того, как дострою наши четыре авианосца. Которые я не знаю, когда я дострою. Видимо, никогда в этой жизни. Я бы хотел построить побольше подлодок. Потому что мы в теории завоеваем, я думаю, так. Это море. Попытка высадится в Греции, у Италии. И как будто, кстати говоря, эта попытка может и увенчаться успехом. Я бы нашу авиацию сюда перебросил моментально. Ну, даже прям побольше. Но вообще это многовато. Там сейчас посмотрим. Наверное, часть истребителей сюда поедет. Но авиабаза нужна. Вот она и есть. Дублин пал, и с ним, можно сказать, палая вся Ирландия. Потому что практически силы здесь уже не осталось. Разверя вот чем занимается здесь Новая Англия. Она собирается напасть на Америку. То меня немножко напрягает. Я бы не хотел, чтобы сейчас там была война. Возможно, с Лавкрафтом и с этим проектом придется покончить. И с падением Белпоста падает вся Ирландия. И здесь добиваются силы, которые пытались его спасти. Прекрасно. Можно еще сюда побольше истребителей отправить. Но в целом ситуация здесь наконец под контролем. И у нас есть прекрасная база для дальнейших действий в Британии. Наверное, скорее говоря, я туда по тактической бомбардировщике отправил. Мне нужна тут дальность. Пока что моих штурмяков здесь нету. Я пока делаю только истребители. И да, потому что у меня их, ну, все еще не так много, чтобы еще что-то бомбить. Собственно говоря, в Греции печальная ситуация. Тринансы действительно высадились и побеждают Грецию. Невозможно. Говорит где-то Германия Второй мировой. Но у нас и не такое возможно. Как говорится в Казершаде, даже Италия компетентная. Реальная шиза. Я думаю, стоит попробовать сделать блокаду полностью Британии. Отсюда мы убираем наш флот. Нам он здесь не сильно интересен. Нам интересно задушить сейчас Британский Союз. И, как говорится, нужно ввести закон о национальной безопасности. Потому что мы любим демократию. И для... Ладно, это... О, откуда-то еще. Не знаю, о чем я. Рыцари круглого стола. Интересно, смотрите, каждый, чтобы принять законы, понимает, что нужно завоять расположение короля. И он учредил Королевский Государственный Совет. Более упорядоченный процесс подачи пятицей королю. И он также теперь может делегировать полномочию любых вопросов советников. Прикольно. Ну да, он, видите, больше не веселится. Действительно занимается страной. И, блин, вот эти ребята взяли просто и высадились. Звука почему-то не было. Странно. Но мы, конечно, сейчас с ними разберемся. Высаживаться должны только наши британцы. Смотрите, французские танки перебросили. Но, увы, не успевают они отступить. И они сейчас просто потеряют неплохое количество дивизий. Приятно для нас. Кстати говоря, в Британии закончилось топливо. В Британском Союзе. Надо, наверное, подочнее всегда говорить. И я думаю, теперь у них и самолеты не летают. И корабли плавать особо не должны. И там Австралия, по-моему. Австралазия решила по приколу высадиться, походу. Не очень успешно. А мы, кстати, поймали остатки британского флота. Да, теперь у них литроли почти что нет ничего. Зато 80 подлодок. Ну, отловим. И, судя по всему, мы контролируем полностью здесь воздух. В Греции все так себе. Я бы не хотел оттуда убирать авиацию. Иначе греков вообще сотрут просто. Хотя и так это происходит потихоньку. Мы, кстати говоря, наш король. Он сейчас теперь королем крестоносцев. И, боже, охрани нашу империю, пожалуйста. Кстати говоря, что за фельдмаршал наш король? Не самый плохой. Но, конечно, я его поставить не буду. Умеясь намного лучше. Ну и что? Попытка не пытка. Время ехать в Ливерпуль. И, наверное, я бы наш флот поставил на поддержку морского вторжения. Где он? Он решил... Афкшить нет. Я бы давайте просто вручную его сюда отправлю тогда. Авиация там. Все там. Поехали. Начинается битва за Ливерпуль. И ее мы, конечно, не выиграем. Это практически невозможно будет. Но. Здесь пехота успешно приземлилась. И как будто особо проблем у нас не должно быть, чтобы выбить ее с земли. Да. Полностью окружен город Ливерпуль. И британские войска Британского Союза там уничтожены. Мы вернулись в Британию. И мы отсюда уже больше не уйдем. Итак, Лилуш британский повелевает. Британия... А... Хм... Почему я? Да. Без проблем мы дадим до Лондона, потому что здесь буквально не осталось войск. Я не знаю, где британские войска. Возможно, помирали в выстках каких-то. Но их, да, очень мало. Падение Лондона. Начало-конца. Мы исправим все ошибки. Однозначно. И сбрасываем мы войска повстанцев в море. Потому что только этого они и заслуживают. Они посмели напасть на саму, в общем-то, основу Британии, на монархию. Такого мы простить не можем. И боже, хорони нашу империю. Ну, к сожалению, сейчас мы начинаем проверку нашей армии. Британский Союз капитализовал. Повстанцы повержены. Со свершением французских танков и его больше тоже с нами нету. Время теперь помочь Франции вернуть Францию. Но я бы сначала, наверное, подобивал острова. Чтобы точно было все там спокойно. И, кстати, с этими ребятами бы тоже поработал. И у нас есть решение уничтожить ли они синдикалиста. Давайте его и сделаем. Главное, чтобы мы сейчас не поменяли как-то страну. И чтобы наша армия не пропала. Потому что что-то такое я помню в Кайзерайхе. Или здесь тоже. До этого как бы. Просто очевидно, что нам все еще надо воевать. Это агрессы. Они все не успокаиваются. Наверное, надо помочь. Здесь, где-то в Средиземном море. И избавиться от итальянцев сначала. А на Западном фронте реально без перемен. Здесь даже боев почти не происходит. Давайте ребята взяли и напали на вот этих ребят. Зачем? Я понятия не имею. Но, допустим. Главное, вопрос. Они на нашей стороне? Непонятно. Но они делают фокус. Присоединиться к каким-то там морским учениям с нами, видимо. Но, зе. Главное, возьмите фокус на верность. Ну и высаживаемся. Я думаю, без особых проблем мы должны здесь все подобивать. Но, конечно, авиация пускай окажет поддержку. Итак, здесь вообще нету, не было дивизии. Остров Мэн. Мы сейчас сражаемся. Канадис, который нам нужен. Либо человек для этой работы. Ну, конечно, берем вот этого. Хорошо. Здесь просто есть скидка 10% на танки. И на, собственно говоря, бронетранспортеры, грузовики. То, что у нас здесь. Конечно, баф на превосходство огневой мощи. Но здесь просто сухопутная доктрина, что уже не так плохо. А мы как раз-таки танки и потихоньку делаем. Хотя, я не уверен, что мы успеем их как-то сильно реализовать. И здесь тоже острова были без гарнизона. Это следует добить Дугласа, что мы скоро сделаем. Прекрасно. Последние территории Британского Союза захвачены. И забавный факт. Мы воюем еще и с вот этими ребятами. Я не очень уверен, когда это произошло. Но, тем не менее, они в плохих отношениях, скорее всего, с соседями. Но мы воюем и с ними, и с соседями. Забавно. А еще и Белоградский пакт тоже с нами воюет. Так что нам предстоит возвращать очень много семей нашим союзникам. Но мы готовы. Кстати говоря, Франция уже отправилась в Сицилию. Благо, наш флот здесь как раз-таки ради этого и находится. Помочь им. Ну, как бы вообще. Чем я сам планировал, но как бы ничего. И мы возвращаем территорию нашим здесь союзникам. У нас все-таки есть наша Италия, которую мы бы хотели как-то продвигать. Доходим мы здесь. И да, прекрасно. Все возвращается. Это теперь возвращается французскому государству. А это, по идее, должно возвращаться в Сардинию. Давайте перебросим, наверное, часть. Всю армию будет немножко жирновато. Но вот такую часть сюда, чтобы пойти и сухопутным образом захватить Италию. Таким образом мы, в принципе, получим доступ и во Францию. Тут тоже неплохо. И да, здесь ребята все еще ничего не делают. Поэтому я на них счет вообще не уверен. Но нам бы Грецию тоже спасти было бы хорошо. Давайте по этому поводу перебросим эту армию сюда. Если говоря о том, что нам надо было сделать пораньше, но уже пора сделать. Это полный призыв. Ведь нам не хватает людей. И Квебекса протестуют, но нас не сильно волнует, что там они думают. И без отцовых проблем, по идее, мы должны здесь спушить Италию. Хотя, смотрите, нажимают они ласт стенд. И в ласт стенд, конечно, атаковать не сильно хочется. Но там, где у нас преимущество, однозначно там без проблем. И пушим мы очень уверенно Италию. Я думаю, Няпаль сейчас возьмем. Плюс-минус они уже и капнут. Хотя может придется чуть побольше. Ну да, так и есть. Няпаль, все. И Сардиния возвращается на свою территорию. А мы же... Так, добиваем здесь две дивизии. Прекрасно. И теперь переходим вот в эту Италию, которая почему-то тоже решила с нами повоевать. Не самый умный ход, я вам скажу. Ну да, то мы тут повоевали флот, который был. Здесь блокада полная по морю. И мы можем начать здесь. Теперь наступление. Обычно одна дивизия решает наступать. В К6 дивизии смотрят. Нет, пожалуйста, наступайте. Если то вместе. Ну и да, должны мы этих ребят тоже запушить без проблем. И мы входим в Рим. Прелесть. Просто падение Рима. Канадская автопромышленность. Это хорошо. Ставка делается на авиацию. Я бы все-таки хотел. И смотри, здесь фактор еще есть. А здесь новая война. Доктринная. Вот это, наверное, тоже было бы неплохо сделать. Да, это выглядит очень сильно. Но и здесь тоже все очень сильно. Давайте доделаем вот эти фокусы. Авиация пока терпит. И мы вышли на полностью самообеспечение по всем ресурсам, кроме чуть-чуть топлива. Топливом, да, еще есть некоторые нюансы. Но у нас просто очень большой флот, когда же лет очень много. Надо будет еще, наверное, прокачать побольше техов. А вот и Итальянская Федерация капнула вперед за первой Италии. Здесь лишь одна Италия, Сардиния. И мы обязательно поможем им стать единственной Италией. По-настоящему. Двигаемся сюда. Здесь очень странно, что это. А, это Итальянский союз. И поэтому границы так странно сделают. Потому что они, видимо... Хотя нет, они в одном линии. Странно, почему у меня сломался фронт здесь. Но мы его, конечно же, сразу починили. Ну, что я могу сказать. Отбили Италию, Британию, Ирландию. Остается лишь Франция. И повоевать, конечно же, на Балканах. Ну, и у нас все еще остаются цели Америка. Цели потом Германия. В общем-то, все еще много чего делать. И, кстати, да. Россия здесь по ощущениям все-таки проиграет. Потому что тут уже промышленность какая-то такая очень уверенная. И они вроде пушат. Но этот конфликт будет длиться бесконечно, потому что эти ребята вряд ли возьмут фокусы. Ладно. В любом случае, с вами был Дубгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк и комментарий. Триджи Скород Пусти. Все как обычно. До скорых встреч. Всем пока.